В Москве, это уже пару лет назад, охраняли мы стройку. Ну и стройка была довольно-таки большой продолжительности, там что-то в районе 7-9 километров, разброс между самыми дальними постами. Люди по 45 минут ходили только на пост, на смену. Ну и в общем приезжает ко мне шеф и говорит, что не хватает. Может там радиостанции докупить или еще чего-то, камеры может куда-то докупить вам. Я говорю, слушай, купи-ка мне велосипед. Вот. Он говорит, да зачем покупать у меня дома? Есть, я привезу, пользуюсь. Ну и привез он свой велосипед, я на нем покатался между постами. Ну блин, мне понравилось. А ребенок уже рос, короче мой, со своего велосипеда детского, который мы ему покупали, или точнее подросткового, он уже вырос. Ну и стал вопрос о покупке нормального велосипеда. Я хотел, конечно, купить что-то новое, более современное, но уже начался вот этот момент с военной операцией, санкции, вся ерунда. Ну и, в общем, более-менее хорошие велосипеды стоили очень дорого. Я начал искать на Авито Бэушный, и нашел вот этот вот Мерида Бигнайн 100. Такой велосипед сейчас стоит, что в районе, ну почти 100 тысяч рублей. Молодой человек его продавал за 25. Причем я написал, он согласился на Торг. Ну, в общем, поехал я его посмотреть, а уже перед этим я часто выезжал именно на Мериду, осмотры делал. Ну и, в общем, велосипеды были, так сказать, в удручающем состоянии. В общем, за 25 тысяч продавался откровенный хлам, который, ну, нужно было, чтобы отремонтировать, выложить еще огромные деньги. Вот, ну, деньги у меня были, в том-то и дело. На карте. Причем продавец поставил условие, что наличка ему нужна. Я так что-то прям подозрительно начал относиться. Думал, может быть, ворованный или еще что-то. Ну, когда я приехал к молодому человеку, выяснилось, что он менеджер, работает в Москва-Сити. Вот, и у него таких велосипедов уже три. Он купил более современный себе и жене, а этот просто на балконе место занимал. Документов на него не было, но я увидел эти все велосипеды, осмотрелся. Велосипед был практически в идеальном состоянии. Так, есть некие недочеты по звездочкам, но не столь критично. И, в общем, в принципе, пошли мы к банкомату, сняли денежки, отдал я ему. Вот, и по Москве, можно сказать, год на нем ездил. Ездил и на стройке, и по паркам, и просто катался в выходные дни. Можно сказать, в Москву проехал. Там очень хорошо созданы условия. Так вот, за все время езды по Москве, один раз я только пробил колесо. И то на стройке наехавший, ну, поймал тросик. У этого велосипеда очень тонкие покрышки. Ну, и камеры очень тоненькие. Они легкие, спортивные. Здесь 27,5 дюйма колесо. Вот, приехал в Россош, привез я его. Вот с этой весны я начал на нем ездить. Недостаточно много езжу, так, на дачу и по городу иногда. Так вот, я уже колесо ремонтирую. Наверное, сегодня десятый раз, если не больше. Это все. Это какой-то мусор на дорогах. Это какие-то шипы от роз. Это колючки. Острые камешки. Ну, в общем, намучился я с ним. Сегодня заказал коробочку на озоне латки. Там что-то их 36 штук сразу. Ну, и пришел сразу пузыречек клея. Ну, вот теперь будем клеить. Так что вот так вот. Техника все-таки не для сельской местности. Ну, а по трассе ездить на нем одно удовольствие. Пишите комментарии, кто что думает.